Играет музыка Играет музыка И начну может от гури. Мам на себе блузку с кроткими руками в колорze брюдного ружу. И тут мам еще такое червое сердушко. Запинана на гузички. И есть то марка Пинко. Наступно мам на себе бяле сподни polskей марки Претти One. И заложила до этого еще один из моих любимых шпилек до хасания по меще. Марки Валентину. Которые тоже в колорах пудрового ружу. Валентину и шпилками Александр Вирман. Но я думаю, что шпилки Валентину лучше сейчас проверят. Так что остаточной решила на них. Видите тут также перфумы, которых я сегодня использовала. Зарко Перфум Pink Molecule, которые купила себе недавно. Замерзам забрать за собой еще мои ружовые, а как же, окулары Диора. И еще одна вещь. Моя ружова тоебка Louis Vuitton Cluny. Есть тоже Астонек. Мой неодлучный товарищ. И что, не остается мне ничего другого, как удачься на встречу. Традиционно чекам oczywiście на ваши комментарии. Продолжение следует... 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 познавцам и публицистам пишут на тему этих красивых каменей. А склеп гемлорд.пл, то есть склеп, потому что еще, потому что он занимаетесь спрессором луксусовых фереу, святой якости, так? Так, тех, которые не найдут в склепах. И в междунах, потому что мы очень близко с вами уродины, потому что я вам 7 квитта, а пан Петр 8 квитта. Так, что мы за собой пара таких таких спорных, опрошь, конечно, даты дни уродина. И еще то, что мы перфекционистами, что любим хорошей какой-либо вещи и любим перлы, хотя это пан с ними пасионует, а я только люблю их поделать и ивентуальнее купить. О, так, согласен. И а-про-по купования и носения, то, конечно, нам сегодня на себе колчаки куплены здесь, который я дала от него в презенте уродином и это мои укошные колчаки с перлами, хотел бы мне добавить. Потому что я уже удовольствовала в течение этого года, что эти перлы очень хорошей какой-либо. Так что хотелось бы подтвердить. Дякую. Потому что, как говорила, я так как говорила, я захвыцовала пэр колчаков с перлами именно здесь. И выбрала несколько моделей, которые мне очень понравились. И на начинку хотела меня купить через интернет, а потом ствердила, что, по-моему, по-моему, что могу прийти до биора Пана Пиотра. При оказе могу награться влога, можем вам показать немного виды. Так что, думаю, что сегодня поднимем остаточную решение, что, который именно персионок нужно купить. Так что покажем вам эти персионки потом. А сейчас, я думаю, что поговорим о том пэре. Выкоржистам факт, что здесь я здесь. Подобили вы с вами интересованы. Так, так, очень. Очень много женщин интересовало этот темат. В общем, я не знам другой такой, которая так много людей на пэре, и с ними пасионирует. В общем, я увлекаю людей с пасею. Моги мне уже о том многих раз, но хотелось бы сказать раз еще, потому что это очень, что очень, что очень, что очень, что очень, что люди, которые имеют пасе. Так, действительно, это не часто это очень. Так что, очень, что мне удалось так, что сейчас используя пана ведущая, как купить красивые перлы? Так, это не просто спросто. Многие люди этого не знают. Оказывается, что многие люди не знают, как выбрать перлы, чтобы она была наиболее. Прежде всего, мы должны понять, какие критерия влияют на то, что перла более или менее стоящая. И тут мы оценим такие вещи, какие перлы или круглая, или гладкая, или поверхность или какая поверхность или какая большинство людей не наиболее важной целью наиболее это первое. Неверное не понимаем, как перла есть, какой формы или поверхность наиболее 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 и им более округлая наиболее 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 перлы запоминали о том, купили перлы округлые, чистые, не памятны о том, чтобы выбрать те, которые имеют piękный поэзг. как пищи наиболее имитации имеют поэзг. И имитации имеют поэзг. Творяя имитации наиболее досконало. Как оценить поэзг? Найдд нужно понять, что поэзг. Поэзг это способность отбить светлой наиболее для луста. Луста досконало отбить светло, в луста можемо прежать. И того мы должны шукать в перлах. В перлах мы должны увидеть свое отбитие. Она не 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 Телефон. Прервам? Можем прервать, но оставим это. ЖИЧЕ! ЖИЧЕ! На чем уткнулися? На телефонах от клиента. Клиенты звонят и старам всегда отбить. А если кто-то звонит и говорит, что клиенты звонят, то как это? То есть не единственная которая приходит здесь на живо? Я всегда советую, если кто-то может прийти, чтобы пришел и приезжал. ПРУ не будет приходить в себе. Если можно объявить и решить на месте, если она действительно будет заприняя. То есть здесь очень много людей и купили, купили на месте. что смотрят перлы. Приезжают до нас клиенти из всей России. Клика дней назад был пан из Вроцлавия. Приезжают клиенти из Кракова, Гданска, из всех миост полу. То есть хорошо, что пришла сюда. Затем всегда можно себя чего-то нового навязать, потому что разговариваешь безусловно с панем. Конечно. Так что полецам, полецам. Хорошо, вернемся к поулыску, правда? Мы уже, что лучший поулыск, что идеальный поулыск, потому что у него есть люстры, мы должны быть тем самым искать в перле. То есть перла должна хорошо отбить отражающие предметы. Мы должны увидеть эти отбища в перле. Им острее и выразнее, тем лучше. Тем лучше мы можем сказать, что перла имеет хороший поулыск. Но в скрепе это очень тяжело. Так мне кажется, что в скрепе, в скрепе, из того, что удалось понять, все перлы выглядят так же. Ладнее себя глушить и просто... Так само с лапой. Так. Так само с лапой. Додека не знала. Не, не, не. Прежде всего поулыск мы должны оценивать через поровнание. За оцену поулыску есть один проблем. Перла будет выглядеть в одном светле, будет выглядеть в другом светле, будет выглядеть в другом светле. В сстучном светле будет иметь ładнейший поулыск, в светле джинном немного слабший, а в витрынах скрепов юбилейских перлы будут оцветлены халогенами, которые очень усмакивают поулыск. Они в сстучный способ подбивают поулыск этих перел. То в таком случае как? Мам оценить... Треба иметь пробку, поровнать с чем-то, поровнать с какой-то перлом, о которой мы знаем, что она нам подобна, так? Пойдуть до склепа юбилейского, взять такую перлу, о которой мы знаем, что она действительно добры поулыск, и оценить в тем самым светле, поровнувшись ту перлу, которую мы купим, с перлом, которую мы уже уже позиадали и о которой мы знаем, что она добра. А можно у Пана купить например такую перлу поеденчую? Можно, можно у нас купить, можно... Проблем с этой пробкой, с первой перлом, которой мы знаем, что она добра, это трудный до решения, потому что можно ее в склепе, можно посмотреть в склепе перлу, которая будет досконала, будет трудно, в склепе, но если вы посмотрите все перлы в склепе, и которая будет определенно выражать поулыск, то это будет хороший помех, чтобы купить ее как пример, как пример, как пробка, с которой мы будем сравнивать другие перлы. Можно купить у нас такую перлу, упреждам, что тогда будут трудности с купить в склепах, потому что наши перлы могут быть лучше. Можно также полубить наш профиль на фейсбуке, мы по месяц даем презент кому-то наших fanов на фейсбуке, кому-то из фантов, которые показывают себя активностью, даем презент в возрасте такой прекрасной перлы, такой выраженной перлы. Хорошо, а можно сказать, что стоит платить больше за перлы о лучшем поулыске? Действительно. Это колесальная разница. Многие люди не знают себе из этого потому что в Польше нет хороших перл. Как сравнивать это? В склепах нет хороших перл. Но разница есть колесальная и сказали, что что-то что-то что клиенты, которые у нас купят брали, потому что они знают, что наши перлы выраженные. что-то 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 выражены, что-то выражены. что-то не видят. Но что-то не видят. И это очень очень удобно для продавцев. Перлы никто не видел, поэтому каждый купил что-то в склепах. Я уже виделся что-то 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 в склепах приходит клиент который уже видит какие-то перлы, и обычно это на двух способах. по-склепу контактуя с нами и пробует такие перлы у нас или клиент у нас у нас на улице только раз в жизни женщина, что-то 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 от нас. Но это не была полка. А сейчас уже не могу себе чтобы увидеть мои перлы на живо с перлами. И я же саму интересно, на который остаточнее я решила. Очень спасибо за rozmову. И сейчас идем продолжать с тылу. Так что за хвиле еще до вас подозреваю. так презентуются першки, которые можно найти в оферте склепу Гемлорд. и интересно, которые модели подобные мне понравились. мне уже вам показываю. От самого начала мне понравился этот с перлами и с диаментами. И он доступен в двух версиях. В версии с желтым и с билым злотом. И прежде всего Петр информировал меня, что это из самых популярных дизайна. Это самая из-берлами стоит с перлом Таити. взор с популярностью. В также в желтой пластина. У нас несколько новых моделей, которые нравятся клиента с с подозревом. Минировые поделали вот здесь. То есть не всегда так, что если мы смотрим на продукт на странице, то он нам очень нравится так, как на живо. Ну и мы видим какого-то пэр, которую не видно через интернет. Смотрите, так выглядит этот пирсионок, который мне больше нравится. Лежит идеально, что меня неизмирно нравится. И мне тоже очень нравится это пирсионок и диаметов. А если я покажу вам на сближении этот пирсионок, то покажу вам еще насыянки, которые мы смотрели здесь с паном Пиотом. А raczej насыянки, которые пан Петр мне показал при оказе. И мы здесь тоже бяло золото и перлы Акоя. Так, согласен. Мы тоже в версии з желтого золота. И мы здесь так на правду три версии этих насыянков. То есть пять пэр, три перлы и одна перла. Мам уже что-то подобное в доме с одной перлой. Так, что нужно сказать, что этот мне очень нравится на сынник. Он бы идеально попросил бы до моего пирсионка. Так, что... Януш попросил... ...о kolejный презент, если то, конечно, будешь смотреть. Но, правда, был бы из этого свечный комплект. Третья? Да, да. Третья? Третья! Добрый день! А ты видишь мне? Да, да, продаю. Добрый день! Добрый день! Третья! Третья отцзывет! Алина, оскарайтесь! Я не знаю, что я могу сказать, что я тоже не знаю, слушаю. Я поехал, когда только я ездил, но это было в ночи, потому что я в ночи не езжал, но это было в темно, и меня где-то проводило в какого-то лесу, где-то за Россию, далеко. Ну и в этом лесе, эти пасажеры приседали, и я так говорю, как я говорю, как я вернусь в эту Россию, а с телефона звонил голос, не знаю, что это, не могу тебе помочь. Смешно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok 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 то Protect Your Pumps. Тока есть их название. И тут в środке есть их несколько десятков. И целый час можно их замазать из стран, если вы хотите, если вы хотите. На самом деле, горюко, горюко, я не знаю. Не есть, наверное, второй такой марки на свете, которая производит такие охраняки на подешвы. Мало того, специально выбрала для показания мои шпилки Manolo Blanica, чтобы вам показать, как выглядят ноуты, которых подешвы не заинтересованы. Так выглядит подешва Manolo Blanica. Одна и другая. Вдачь затики. И тоже она есть очень деликатная, поэтому каждый камень, на который надепниете отразу, есть видочный на подешве. А так, для сравнения, выглядят многие разы использованы шпилки Lubutem. Так что есть огромная разница. Więc рада вам заинтересовать в эти наклейки. Но, повернувшись до тематуры, сейчас уложу эти буты. И, как видите, эта часть с обцасом есть выжжей. И очень хорошо. Деньги этому буты претендуются лучше. Такое, приятнее моё здание. Наступная пара моё шпилки Diorа и шпилки Маноно Бланника. И видя, что здесь еще одна шпилка. И это, слушайте, выглядит немного длиннее, потому что, моим взглядом, это должно быть так запроектовано, что либо вмештят się три пары здесь, либо четыре, а не три и пол. Ну, хорошо, не важно. На гуру умештят себе буты на лато, какого-то, что робище гораздо теплее. И тут мы мои улюбенные сандауки Александр Бирман в колоре бялом, которые выглядят немного как буты слубные. Деньги сандауки на обцасе Sophie Webster, которые купила когда-то в Виткатсу. Не знаю, что вам я когда-то показывала, но спустите, как выглядит тыл этих бутов. Это мотылки. Моим здаем, мое действие сстуки. Буты, которые делают целый outfit, потому что они рюкают в оцзы. Так что прошу очень, вторая пара сандауков на обцасе. И третья пара дошит тут за хвиле, потому что отраз сделаю unboxing моих сегодняшних закупов. Поверь, что вы думаете, что купила сандауки на обцасе. Виде, что достоинам здесь еще до закупу такую сакевку. А если chodzi о буты, то сандауки, 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 очень нравится этот смысл. Я уже имею в виду сандалы на Котурне, в которых тоже использовано это решение, и мне это очень хорошо смотрит. И видите, что они имеют тут обцаз, обцаз 8-см, но они еще доступны в версии чарной и в версии брзосквиновой, и те чарные имеют обцаз 10-см. Я не хотела чарных сандалов, потому что у меня достаточно черных сандалов, а не у меня еще ни один в таком цвете, поэтому я на них выбрала. Здесь мы профилированные запяты. И что? А, еще размер. Размер это 39,5 см. Мерзилам тоже 39 см, но они были за цесны. Но если говорить о выгоду, то эти буты сделают мне впечатление очень-очень очень-очень. Так презентируется в целом мой новый стояк на буты за стабилизатом. Мещи здесь, так как вспомнила, 6 пар бутов. Идешь уже, Астонек? Чы ты уже снудилась? Не, не снудил себя. Контенуруем вонтек. Мещи здесь еще один бут. Спокойно. Я думаю, что эта булка должна быть крючей. Подоба мне себя то, что можно это впечатровать. То есть, можно еще несколько других и их на себе накладать. И не знаю, что я этого не сделаю. Смотрю, как это сделает в практике. Мне интересно, как вам понравилось это решение. И я вас еще раз спрашиваю о том, в какой способ вы организуете свои буты. Потому что вы можете найти какие-то лучшее способы, помыслы, чем я. Я тестую это решение. Может быть, может быть, не. Так что мы увидим в будущем. Возможно, это не будет ничего сложного. При этом, что это впечатляет. Я бы сказала, что это такая такая, таня, пластиковая, чинцзкизна. Но я думаю, что на эти мои варианты должны быть проверить. Увидимся. Доброе, мои дороги. На сегодня это было бы это. Так что я и мои буты, а точнее часть моей коллекции бутов, очень спасибо вам за внимание и посвященный час. Я целый час захожу вас до подписывания моего канала и кликания в комментариях, если фильм вам понравился. И до встречи! Когда это очень трудно сфотографировать, это так, что я иногда делаю что-то плохо сфотографирование и не продают себя. Поправление zdjęца, это под другим кантом потратит очень сильно влиять на продажу. И такие вещи, которые не дадут себя сфотографировать. Я например, если не дадут себя сфотографировать, я не куплю этого, не покупаю этого, потому что я просто не продаю что это будет продаваться. А что это будет сфотографировано? Как это будет сфотографировано? День добрый! И мы это награние! Хорошо, потому что здесь будет музыка. День добрый!